Друзья, всем привет! Рада, что заглянули на мой канал. Сегодня готовим очень красивый и вкусный тыквенный зефир в форме тыковок. Нам понадобится 50 граммов сахара, 50 граммов белка, для сиропа 110 граммов воды, 150 граммов пюре тыквы, 50 граммов яблочного щепотка корицы, 8 граммов агар-агара и 425 граммов сахара. К воде добавляем агар-агар, сахар и перемешанное с корицей пюре. Все ингредиенты в сотейнике тщательно перемешиваем и отправляем его на огонь увариваться. Тем временем подготовим меренгу. В дежу добавляем яичный белок и на низких оборотах начинаем взбивать, добавляя сахар в несколько заходов, примерно в 3-4. Когда всыпали весь сахар, увеличиваем скорость миксера до максимальной и взбиваем до плотных пиков. Когда сироп достиг 104-106 градусов, тонкой струйкой потихонечку начинаем вливать в белки. Делайте это очень аккуратно, чтобы белки не свернулись. Скорость при этом уменьшаем до средней и главное не торопиться. Когда влили весь сироп со стенок, ничего соскабливать у сотейника не нужно. Скорость увеличиваем на максимальную и взбиваем около 5 минут. При взбивании должны появиться так называемые пещерки. Масса получается очень плотная и стабильная. Здесь главное работать быстро. Откладываю немного массы для того, чтобы окрасить ее в нужный цвет. Основной у нас будет оранжевый. Добавляю желтый и красный краситель. И быстро-быстро все перемешиваю. Часть зефирной массы я перекладываю в кондитерский мешок с насадкой 1G, а другую часть с круглой насадкой. Отложенный зефир окрашиваю в зеленый и коричневые цвета. Для отсадки зефира мне потребуется гвоздик. Немного выкладываю туда зефирную массу, чтобы хорошо приклеился кусочек пергаментной бумаги. Далее делаю основание, просто отсаживая в центре зефирную массу. И снизу вверх буду делать дольки тыквы. Здесь только полет вашей фантазии. Вы можете делать их чуть крупнее или чуть меньше. В любом случае абсолютная аккуратность тут точно не потребуется. И вот у нас уже вырисовывается такая тыковка. Тыковки можно делать различных размеров, варьируя основание. Делать его чуть выше или чуть ниже. И также чуть потолще или поуже. Ну и давайте еще разочек насладимся процессом отсадки этого чудесного зефира. Когда все тыковки готовы, берем коричневый зефир и начинаем отсаживать палочки сверху у тыквы. А зеленой массой с помощью насадки лепесток делаем листочки у тыковок. Можно добавить по два или по три листочка на каждую тыкву. А с помощью насадки 1G можно сделать маленькие ажурные тыковки. Отсаживаю в серединке небольшой цветочек, делаю черенок и добавляю листочки. Ну а теперь самое долгое дождаться 12-16 часов стабилизации. Спустя это время зефир отлично стабилизировался. Он уже очень плотненький и его можно покрывать сахарной пудрой. Но я решила немного его украсить и поэтому беру какао и саму сахарную пудру. С помощью нетолстой кисточкой я придаю тени. Посмотрела по картинкам и увидела, что именно между складочек больше всего темного. Мне нравится такой деревенский стиль, как будто бы их только-только достали из земли. Вы можете не покрывать какао и оставить их в своем первозданном виде. Но мне кажется, что именно тени придают им такую реалистичность и натуральность. Ну а теперь их можно обсыпать в сахарной пудре. Обваливаю полностью зефирку в чаше. Убираю лишнее с помощью рук. А с помощью кисточки оставляю просто очень тоненький слой. Для того, чтобы это и не было слишком сладко. И выглядело тоже, чтобы более натурально и красиво. Работа на этой стадии приносит просто колоссальное удовольствие. Буквально на ваших глазах рождаются маленькие шедевры. К этому процессу смело можно привлекать деток. Ну что ж, а теперь самое интересное, какой же зефир получился внутри. Давайте сломаем одну зефирку. Вау, вы только взгляните, какой яркий, насыщенный и красивый цвет. А какой он упругий. Насыщенный осенний вкус не оставит равнодушным никого. Желаю вам приятного аппетита и до встречи.